добрый день друзья рад видеть вас на нашем канале мир поиска сегодня будет история про римские солдатские башмаки коллеги римские солдатские башмаки коллеги римские легионы состоявшие на 70 процентов из тяжелой пехоты постоянно жили в движении были вынуждены преодолевать ежедневно десятки километров пешком вооружение вооружением но для того чтобы в сражении победить нужно сначала вовремя прибыть на поле боя да еще и на самом поле боя передвигаться надо рубить колоть оружием важно но не менее важно было ходить бегать ежедневно много часов передвигающиеся по сложной местности даже дороги которые были не везде в те времена не были идеальными для пешей прогулки пехота как воздух нуждалась в банальном в крайне удобные надежные обуви римские солдатские башмаки коллеги являлись своего рода символом военной профессии их форма известна как по изобразительным памятникам так и по многочисленным археологическим находкам сделанным во влажном болотистом грунте северо-западной европы коллеги входят в солдатскую моду в начале первого века нашей эры и остаются в употреблении по крайней мере до конца второго века нашей эры подобная длительность использования является результатом удачной конструкции заготовка башмака краилась из одного куска толстой бычьей кожи пальцы ног в башмаке оставались открытыми ремни с боков охватывавшие стопу и лодыжку прорезались что обеспечивало ногам хорошую вентиляцию подошва состояла из трех прошитых друг с другом слоев для большей прочности она снизу подбивалась железными гвоздями гвозди на подошве располагались определенным рисунком усиливая те ее части которые больше изнашивались в походе согласно наблюдением современных реконструкторов подбитые гвоздями башмаки хорошо носились на грунтовых дорогах и в поле однако в горах и на брусчатке городских улиц они были неудобны поскольку скользили по камням подвергая владельцев обуви риску падения кроме того гвозди на подошве постепенно стирались о камни и требовали постоянной замены судя по сохранившимся подошвам башмаков на подбивку одного уходило 80 90 гвоздей вес пары колик при этом достигал 1,3 1,5 килограмма одной пары колик хватало примерно на 500 тысяч километров марша при этом каждые 100 километров пути приходилось менять 10 процентов гвоздей таким образом за две-три недели марша римский легион терял около 10 тысяч гвоздей что объясняет их большое число находок на римских дорогах и на полях сражений как например у калькризе стираемость шляпок гвоздей и изнашиваемость обуви можно было уменьшить варьируя рисунок подбивки на подошве колик интересно что рассчитанное на компьютере оптимальное соотношение между площадью подошвы и количеством головок гвоздей хорошо соответствовало археологическим образцам подошв колик что свидетельствует о том что римлянам также приходилось решать эту проблему друзья спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал пишем комментарии